Директор лаунж-бара Константин Малицкий подсчитывает убытки. Еще в воскресенье на танцполе толпились гости, а в понедельник на входной двери повис амбарный замок. Кальянные временно закрыли по всей стране. Бизнесмены понимают, здоровье важнее прибыли. И смысл работать, если на 50% упали просто посещаемость. Это отразилось и на кассах, и на всем остальном. А аренда продолжает капать. Налоги, сотрудники. Пришлось распустить сотрудников. За это переживание, кто же семьи, дети. Санстанция за неделю наведилась едва ли не во все кафе и рестораны города. Неисправная вентиляция, продукты без документов. Во время проверки инспекторы церемониться не стали. 12 заведений временно закрыли, дали шанс провести работу над ошибками. В настоящий период времени, с учетом возможного распространения коронавирусной инфекции, каждый человек должен сам себя защищать, стараться меньше посещать места с массовым пребыванием, в том числе такие усилительные заведения. Для тех, кто держится на плаву, сейчас действуют другие правила. Например, столики в кафе должны быть на расстоянии не меньше полутора метров. Капучино, пожалуйста. Здесь в последние дни особо актуальны кофе и десерты на вынос. Крышки специально обдают парам из тиммера. Дресс-код баристы пополнился маской, а в графике уборки дезинфекции теперь каждые полчаса. Посещаемость, да, упала, не без того. Когда хорошая погода сопутствовала на выходных, мы ставили летнюю площадку, это спровоцировало людей приходить больше. Видимо, все-таки люди боятся замкнутых пространств. Стали бояться сейчас осторожнее относиться. Пока ночные клубы и бары страдают от коронакризиса, владельцы кофеин смотрят в будущее с оптимизмом. В жизни всегда есть место для горячего напитка. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.